Этот хлеб без дрожжей невероятно прост в приготовлении. 5 минут на замешивание теста, плюс время выпечки и ароматная румяная буханка уже на вашем столе. Согласитесь, это то, что нужно, когда вы очень любите домашний хлеб и не мыслите без него своей жизни. Но на выпечку полноценной буханки времени нет. С этим рецептом не нужно выбраживать тесто и растаивать буханку. Все тонкости, нюансы и подробности дальше. Если интересно, продолжайте смотреть. Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко и я рада знакомству, если с вами мы еще не знакомы. Сегодня разрешу себе побыть занудой. Хлеб на закваске не является бездрожжевым. Это скорее маркетинг для того, чтобы противопоставить его хлебу на промышленных дрожжах. Безусловно, у хлеба на закваске огромное количество преимуществ, но к ним не относится отсутствие дрожжевой микрофлоры. Именно она отвечает за подъем теста, когда вы печете хлеб на закваске, а вот молочнокислая ее часть отвечает за этот богатый и неповторимый аромат. Но не стоит убегать, если вы пришли за хлебом на закваске, потому что сегодняшний рецепт стоит вашего внимания. Это традиционный рецепт ирландский содовый хлеб. Как вы понимаете по названию, то разрыхлителем будет выступать содан и этот хлеб будет полностью бездрожжевым. Этот хлеб совершенно иной. Он отличается от привычного нам своей текстурой, своим ароматом, своим вкусом, но его главное преимущество в быстроте приготовления. Такой хлеб в обычном белом варианте мне кажется простоватым, поэтому я всегда рекомендую готовить его с какими-то добавками или вводить какие-нибудь интересные виды муки для того, чтобы обогатить его вкус. В этом видео будем готовить хлеб с солодом, с орехом и с изюмом. Это будет очень вкусно, но ингредиенты для простого белого варианта я оставлю в описании к этому видео. На одну буханку возьмите 300 граммов муки, 1 столовую ложку сахара, 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку соды, 30 граммов темного солода, 280 граммов кефира и добавки. У меня это по 30 граммов изюма и фундука. Перед началом приготовления включите духовку, разогреваться до температуры 220 градусов. Если есть казан или утятница, отправляйте их в духовку вместе с крышкой. Если нет, просто разогрейте. В муку всыпьте солод, сахар, соль и соду. Перемешайте смесь сухих ингредиентов, чтобы сода равномерно распределилась по смеси и хлеб поднялся однородно. Добавки. Я использую фундук и изюм, но вы можете выбирать то, что вам по душе и то, что есть под рукой. Орехи необходимо порубить, пускай это будут кусочки разного размера, которые будут ощущаться в готовом хлебе. Отправляйте орехи к сухим ингредиентам, туда же отправьте изюм. Перемешайте. Влейте к сухим ингредиентам кефир и перемешайте тесто. Оно должно получиться довольно мягким, как видно на видео. Во многих подобных рецептах содового хлеба используется большее количество муки и тесто получается более плотным. Но я делаю тесто мягче специально, чтобы готовый хлеб был более нежным. Щедро припылите рабочий стол мукой и вывалите на него тесто. Смотрите, я обкатываю довольно липкое тесто в муке, подсыпая ее по мере необходимости. Но при этом я не дозамешиваю хлеб. Я стараюсь сохранить эту мягкость, а слой муки сверху просто помогает ему не липнуть ко всему вокруг. Подформуйте тесто в шар нежными движениями и переложите его на лист пергамента. Если казана у вас нет, этот хлеб можно печь также в любой форме для выпечки, слегка смазав ее растительным маслом и уложив в нее тесто. При этом накройте форму либо крышкой, если она есть, либо фольгой. Сделайте крестообразный надрез на буханке. Я делаю лезвием. Выпекайте хлеб в накрытом виде в течение 20 минут, после чего крышку или фольгу снимите и пеките еще в течение 20 минут. В зависимости от ситуации может потребоваться корректировка времени выпечки, так как духовки у всех разные. Ориентируйтесь на внешний вид хлеба. Посмотрите, как шикарно раскрылся хлеб за время выпечки под крышкой. Этот хлеб без дрожжей можно подавать практически сразу после выпечки. Дайте ему немного остыть и он готов. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, так вы будете в курсе, когда выйдет следующее видео с рецептом моего любимого гарнира, который я готовлю на все праздники. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь вкусная.